Последние шаги, светит яркое солнце, ты на вершине. Такая картина встает в голове у каждого, кто хоть раз задумывался о восхождении. Но на самом деле вершина это лишь короткий миг, вишенка на торте, которая предшествует долгая и не всегда простая акклиматизация. В этом видео вы проживете со мной два дня перед восхождением и день подъема на гору. И увидите своими глазами то, о чем почти никогда не рассказывают. Для многих восхождение на Эльбрус начинается вот здесь, в палаточном кемпинге. Сюда приезжают люди со всей России на автомобилях, на поездах, на самолетах. Встают здесь с палатками и живут. Отсюда ходят в радиальные выходы на акклиматизацию. Вот здесь в вагончике можно зарядить сотовый телефон, стоит 20 рублей. Здесь же есть баня, можно снять. Там есть душ, помыться стоит 20 рублей. Здесь уже расположился целый город. Палатки. Палатки уходят туда. В реке есть вода. Стоимость проживания в кемпинге 100 рублей с человека в сутки. Эта территория находится к национальному парку, относится. Поэтому здесь нельзя встать где-то просто так. Стоять можно только с кемпингами. Даже вывешивают свои флаги. Конечно, есть люди, которым просто нравится тусить во всей этой атмосфере. Такое ощущение, что они здесь живут и никуда не собираются. Отсюда мы стартовали в несколько радиолог. И сейчас уже пакуем вещи и отправляемся на гору. Вот одна группа только что спустилась с горы. А мы наоборот. Только пакуемся и собираем свои вещи. Это Илья и Артур. У них на двоих вещей, в принципе, хватит на небольшую туристическую группу. Они так же, как и я, идут с горы первый раз. Но мы называем Артура Васкова. Наш гид. Посмотрите, этому человеку можно доверить свою жизнь. Глядя на них, понятно, что мы не пропадем. Загрузились на поляне Ажал. И едем до Кругозора. У нас на пятерых человек вот это и вот это. Это все мое. Деточка, куда тебе столько? Поднимаемся все выше на канатке. На 3500. Скоро за окном появится снег. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. вон там сейчас едут на Наши рюкзаки впереди, там Илюха их примет и разгрузит. Поднимаемся уже на 3 800. Облачная погода сегодня. Вершина не видать. Сейчас мы поднимаемся в вагончик к Мурату. С нижней канатки. Но Серега говорил нам, когда подниметесь на мир, пересядьте на новую канатку, и она поднимет вас к Мурату. Что ж мы такие тупые-то? Горы не прощают ошибок. И сейчас мы с этими рюкзаками идем вверх на 200 метров. Но это фигня. Там внизу нас ждет 40-литровая бочка с водой. Я предвкушаю, как мы потащим ее вот в эту гору. Здравствуйте. Ребята, а вы знаете, что горы не прощают ошибок? Юбки-хоп, еще так жарко оделся. Ничего, ничего. Мы поднялись на 3,800. Здесь облака. Идет дождь, временами снег. И сейчас мы таскаем с 3,600 на 3,800 наши вещи. Рюкзаки отнесли. А сейчас спускаемся. У нас 40-литровая бочка с водой, чтобы нам пить. И такой же большой килограмм на 30 мешок продуктов принесем сейчас втроем. Все же наверняка видели новость, когда там какой-то чувак в штангу задержал. Казалось тяжело. Но мы вот сейчас прикинули по себе. Вот сейчас на 200 метров вверх брем 40-литровую канистру с водой. Это нормально. И до штанги недалеко. Согласитесь, не такая картина рисуется в голове, когда думаешь о восхождении на Эльбрус. Думаешь, что там солнце светит 100 метров до горы, и ты покоряешь все. А вот она, реальность. Сейчас я буду переходить с кухни в спальное помещение. Ну-ка! А тут на улице, как в открытый космос вышел. Посмотрите. Это же снег валит. В облаках находимся. Романтика. Прям каким-то полярником себя чувствуешь. Оп, оп, оп. Все. Темно, холодно. Вон там, вон в вагончике мы обитаем. И поход в туалет сродни экспедиции на Северный полюс. Он вон там, на обрыве. Сегодня мы устроили сами себе тренировочный день. Решили в полном обмундировании пройтись. День на 4,800 или даже на 5. Чтобы посмотреть, как вообще все это работает. Сколько весит. И насколько нам будет тяжело. А потом отдохнем. И ждем погоды. Блин, прикинь, как купить. Где не надо, мне еще жить. Здесь в горах свои скорости. Все это напоминает соревнования небесных тихоходов. Полтора-два километра в час это большая скорость. Кто-то идет чуть быстрее. Кто-то чуть медленнее. Но даже километр хорошо. Как выяснилось, подъемным коньковым ходом очень хорошо идти даже без лыж. Ровненько, ритмично, быстро. Мне нравится. Хоп. Хоп. Два км в час. Как вам подъем? Ребят, хорошо вам там, да? Им там хорошо. И нам хорошо. Историческое видео на память. Мы на ратраке на высоте 4,950. Выше облаков. И в облаках. Здесь, конечно, чутка накрывает. Артур, подери с впечатлениями. Накрыл конкретно. Че? Спину ломит, голова болит? Да, наверное, цифалит. Сейчас чайку глотнем. Илюха, гора восходитель. Если два врат рак. Да. Сейчас чайку попьем. И пойдем вниз. А народу на горе сегодня много. Всех не видно. Дотянуло. Спускаться вниз, это, конечно, кайф. Намного легче, чем подниматься. Видим облака. Нам туда, через облака вниз. Мы вчера объективно быстро шли. Ну, в смысле, мы обгоняли группы, там, довольно-таки, нормально шли. Ну, группа, потому что там сколько человек. Мы были, кто и быстрее нашел. Ну, да, по два-по три человека такие. Вот тетка, ну, слушай, мне все-таки порадовала бак вот эта, или тетка, не знаю, как правильно. Женщина. Женщина, да. Она шла медленнее нас. Да. Вот прям объективно, очень, она шла прям такими медленными шажками. Да. Но при этом постоянно нас обгоняла, да. Да, просто, ну, ок. Ну, я потом выстраиваю, видите. Она была счастливая, довольная и без головных болей. А мы с этими. Ну, она не высоко поднялась. Она на 3,700 поднялась. Ой, не 4,700. Да, с кого пастухова. То есть, ты думаешь, что причина головной боли, то, что мы слишком быстро поднимались? Резко. Ну, у тебя пульс зашкалил. Ну, то есть, 600 метров в час, это резко? Да. Здесь, да. В смысле, не по вертикали, по горизонтали у нас скорость была. Ну, нет, это неправда. Как нет, когда да. Ну, мне покажут другие данные. Водные. Фу, а что это, чтобы тебе все видели? Не порти аппетит. Видео-то, ладно. Я, кстати, думаю, что... Смотри, раз мы с тобой сходили уже на 4, ну, на 5, то до 5 мы должны себя, наверное, лучше чувствовать. Я в это верю. На несколько дней перед восхождением на Эльбрус вашим домом станет вот такой вот вагончик. Ну, или бочка, а это не принципиально. Расположены они на высоте от 3,800 до 4,100. Тут каждый размещается так, как ему удобно. Электричество в большинстве из этих вагончиков нету, поэтому оно появляется только на 2-3 часа вечерком, благодаря дизель-генератору. Удобство здесь, как в отеле, 5 звезд. Сейчас заглянем и посмотрим, как мы здесь обитаем. У нас здесь уютно. Вот такие вот здесь. Назовем это кровати. Здесь может разместиться человек 5 снизу, ну, еще по одному сверху. Здесь же имеется газовая плита, но она здесь не работает, поэтому мы ходим готовить на кухню. Мы в Пятером живем вот здесь, вот за Зановецкой. Тут наша барахлишка, здесь же еда, перекусы, посуда. Ну-ка. А вот и они, наши герои. Горе-восходители. Вот Артур. Он все ждет, что я повезу этот фильм на Каннский фестиваль. Ты обязан. И мы с ним возьмем пальмовый дед. Судя по содержанию контента, это как минимум Канны. А там еще и Берлин, и Венеция. Оля даже проснулась, когда услышала, что мы едем в Канны. В принципе, здесь вполне уютно. А если вот Илья отодвинет занавеску, то вы видите, что мы у нас за окном. Горы сейчас сделаю чутка потемнее, чтобы их было видно. Ну, вот. Одно окно немножко разбито, но сейчас на солнце этого даже не заметно. Ну и также мы запенены, поэтому нам не холодно. Ночью здесь минус, но днем на солнце становится потеплее. Мы сейчас уже лежим и думаем, какой черт вообще все это надо. Мы лежим пятером в какой-то хибаре. Сбагаем носками, забились все в один спальник. И платим за это тысячу рублей в сутки. Ну офигенно же, правда? А вид из окна-то какой, вы только посмотрите. Из разбитого. Метет. Красотища. Самое главное, на потолке немножко протекает, поэтому здесь приклеены 5-литровые бутылки. Они собирают воду, мы все ждем. Есть на чем готовить зато. Когда эта вода рванет. Кстати, да, воды здесь нету, поэтому ее нужно привозить с собой. Мы запарились, и вот эта 40-литровая бутыль воды, мы ее приперли. А учитывая то, что мы ее еще перли на 200 метров вверх, то это был вообще особый шик. Техническую воду мы набираем вот здесь вот из ручья, там просто снег тает. Берешь 5-литровку и идешь набираешь. Ну что, идем смотреть кухню. Доброе утро. Вот, ребята из Москвы приехали, уже сегодня в ночь на гору идут. Как настроение? Ну мы не воспользуемся аэротраком. На аэротраке поедем? Да, на аэротраке поедем до 5-100. Мы живем в вагончике 2-литров, поэтому у нас есть отдельная кухня. Кухня просто прекрасна. Посмотрите, что у нас здесь. Привет, привет. О, ребята, смотрите, салатик наворачивает, все у них как нужно. Запасаются силами. Значит, на кухне вообще света нету, но есть вот эта вот одна лампочка. Здесь у нас скинут провод. Провод идет туда. Здесь, видите, даже вон пленкой перемотана, чтобы током не долбануло, когда дождь идет. Здесь и такое бывает. Поэтому, когда заводим дизель-генератор, здесь часа на два появляется освещение. А вообще, мы сидим при свечах. Здесь, кстати, у нас есть два газовых баллона, поэтому мы можем готовить на газу. Здесь вот у нас чайник, а тут стоит наша каша. А это те самые пятилитровки, с которыми мы ходим набирать воду из столового снега. А сейчас я покажу вам то, о чем не принято рассказывать при восхождении на Эбрус. Это туалет. Все туалеты здесь... Все туалеты здесь парят в облаках, поэтому ты как небесный орел просто воспаришь над вселенной. Кстати, я сейчас одет. Это вот классическая одежда туриста. На тебе пухан и термуха. Но мне сейчас боты, а правильные альпинисты, они в кроксах. Вот они, ватер-клозеты со всеми удобствами. Кстати, с тех пор, как я был на Эльбрусе, а последний раз я здесь был в 2008 году, посмотрите, построили новую канадку, и она уже тянется до Карабаши, до высоты 3800 метров. Раньше такой не было. Вон там есть креселка, но она поднимается метров на 100 пониже. Ну что, идем смотреть ватер-клозет. Так, ну что, там никого нету? О, фри! О! Сортир! Со всеми удобствами. Хорошо, что сегодня погода солнечная, правда с облаками, но это все равно намного лучшее, потому что вчера была вообще просто жесть, и жить не хотелось. С утра мы были над облаками, сейчас облачность поднялась повыше и затянула вершины горы. Мы сегодня съезжаем из этого вагончика и переезжаем на 4100 повыше, чтобы оттуда уже стартовать на гору. Надеюсь, погода не подвезет. Не подвезет, подведет, и все получится. Умывальник. Оп, так и ты тоже сюда. Моет посуду чище, чем моя посудомолочная машина. Ой, это все уже почти помыто, да, уже эта посуда? Это сейчас кушать еще будем. Так, а надо это расставлять еще, чтобы она там не ела. О, у вас вон ферри течет, неэкономно вы расходуете. Ага, ну мы горы моем. Здесь даже снежок, он еще остался. Свежий выпуск Бивис и Батхита. Только что мы залили в кипяток стервать горячий напиток, после чего я закрыл крышку, перемешал, а потом попробовал открыть. А не пошло, и мы еле-еле смогли открыть крышку. Ничего необычного, просто собрался в туалет. Вот он мой пункт назначения. На последнюю ночь перед стартом мы перебрались в вагончик повыше, он на 4-130 где-то расположен, называется армянное гнездо. Сейчас уже времени полдевятого вечера. Мы пьем чаек, вещи уже все собраны. Дермоса заправлены и остается буквально несколько часов до штурма горы. Илюха, как у тебя настрой? Прекрасный, отлично. Я думаю, мы справимся. Здесь, кстати, довольно комфортно в армии. Очень такая приличная кухня. Здесь плита. За окном сейчас зима. Все вещи уже собраны. Они на пиатуре. Я пойду на штурм с этим рюкзаком. А Илюха пойдет вот с этим. Здесь вот уже поставили ботинки, обвязки, кошки. Как эти гетрофонарики сверху на ботинке. Все. Пьем чай и уважимся спать. Итак. 2 часа 35 минут. Высота 4200. Мы стартуем на штурм Эльбруса. Небо звездное. Но у нас ветер ярко. На горе уже видны фонарики и ратраки. Это все хороший знак. Очень сильный. На горе уже. На горе уже. На горе уже у нас. Вот здесь вот чуть-чуть. Вот. Еще здесь. Вот. Вот. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok